Осознанный путь к деградации или как еще назвать тот факт, что молодежным лицом недавно прошедшего Питерского международного экономического форума стал Даня Милохин. Это Вестибис Киселева, совместный проект канала Фирмак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, Даня Милохин. Кто не в курсе, это 19-летний парень? Вроде как парень. Зарплату которого Форбс оценивает не менее чем в 2 миллиона рублей в месяц, петь с которым в очереди стояли Тимати и Басков. Ну и вишенка на тортик. К 18 годам Милохин успел не только прорекламировать финансовую пирамиду, по сути являющуюся мошенничеством, а также стать пропагандистом ЛГБТ и докатиться до передозировки наркотиками. Та-дам! И именно этот человек стал лицом молодежи на федеральном уровне. И, кстати, не только стал, но и выступил на экономическом форуме. Понял вопрос, но я сейчас отвечу, как я понял. Я думаю, что люди, которые как-то оставили какой-то творческий след в истории, они не целились именно в то, чтобы оставить след какой-то. Они делали, считали это интересным, считали это веселым, считали это каким-то, не знаю, может, красивым. Делали, и как-то у них получилось оставить след. То есть, я думаю, у всех есть шанс оставить этот след. Да, но можно... Экономический эксперт 80-го уровня не находите. Не удивлюсь, если завтра он станет министром экономики, которого, видимо, мы и заслужили. Вы понимаете, да, что это спланированный регресс? Мы рекламируем не заслуги отличников, спортсменов или других выдающихся личностей, а ставим в приоритет дегенеративность мышления, пропагандируем легкие заработки кривлянием на камеру телефона, транслируем мужика в женском платье, а потом в арт-объектах и мороженом ищем признаки ЛГБТ. Вы че, серьезно? Но, друзья, и тут предел достигнут не был. Оказалось, что своим лицом Милохина сделал и Сбербанк. Теперь с главной страницы Сбера на нас смотрит татуированный мальчик с черно-розовыми ногтями, напевающий нам, что деньги – это мусор. Герой нашего времени не меньше, а потом наших же детей, насмотревшихся на вот таких вот кумиров, обвиняют в сатанизме. В Барнауле на мальчика, который пришел на урок с черными ногтями, натравили прокуратуру. Комсомольская правда утверждает, что заявление в правоохранительные органы учителями было подано за неподобающий внешний вид школьника и за пропаганду сатанизма. Спасибо Грефу за Милохина. Ранее мальчик в подобном замечен не был. На красе черным лаком ногти он решился впервые. И это только начало, но за сыновей уже стало страшно. Если на следующее экономическое мероприятие позовут Настю рыбку, то мы рискуем потерять и дочерей. Вот так выглядит прорыв в центре кургана на мусорные баки возле монетки и пятерочки повесили замки. Новость об этом с эпичным названием, чтобы бездомные и пенсионеры не растаскивали грязь, появилась на страницах знак.ком. Причем это сейчас даже не сарказм, это официальный комментарий представителя монетки. Все нераспроданные и просроченные продукты и так подвергались утилизации путем обработки хлоркой. Спасибо, что не мышьяком. Но сытое население России это не останавливало, и они все равно вытаскивали продукты с помойки по домам. Тогда продавцы начали прятать просрочку в специальном боксе за металлическими заборами, но и они оказались выломаны. Ну чего не сделаешь, когда в стране ни хлеба, ни зрелищ. Крайней мерой стало ограничение доступа к мусорным контейнерам, но главное тут формулировка, чтобы не растаскивали грязь. То есть для кого-то сыр, политый хлоркой, еда, а для кого-то он же с просрочкой в один день уже грязь. А по-моему здесь чистая политика, причем выращенная самими ритейлерами. Вы поняли, да, что пенсионеры, которые не получили просрочку на мусорке, скорее всего пойдут и купят пусть и самый дешевый товар, но в том же супермаркете. Вот мы как бы избежали кризиса перепроизводства, потому что товары исчезают с полок не в мусорные контейнеры, а в холодильнике россиян, причем за деньги. А что в итоге? Да люди становятся еще беднее, потому что то, что можно было получить бесплатно, причем в более качественном варианте, потому как самые дешевые товары с заменителем молочного жира, например, до конца срокогодности иногда просто не лежат, а вот более дорогие как раз и залеживаются, ну и впоследствии оказываются на помойках. Но их решено утилизировать. А потому что в России всегда так, у нас ты или бедный, или богатый. Не успела на прошлой неделе отгреметь битва унитазов, как на этой началась новая битва апартаментов. Ну как битва, Геленджик, конечно же, победил, оставив нам жалкие 13 метров за почти 5 миллионов рублей. Это одна из самых маленьких студий в Москве. Просто посмотрите, какая она крохотная. Но несмотря на это, тут есть санузел. К сожалению, еще свет не подключен, так как только что закончился ремонт. В принципе, тут можно жить студенту одному, не снимать квартиру, а купить себе квартиру в квартиру. Едим в помойке, живем в Дуплянке. Чем не прорыв? А между тем, на этой неделе стало известно, что кем бы ни был владелец дворца в Геленджике, а он попал. Попал в руки судебных приставов за неуплату 21 штрафа, выписанного на ООО «Комплекс». Это юрлицо, на которое записано поместье. Согласно базе данных, в ФССП все штрафы выписаны местным управлением Ространснадзора и составляют сумму 365 тысяч рублей. Мелочь, а в бюджете нехватка. В итоге собственники оказались парализованы в совершении регистрационных действий. Продать или заложить имеющуюся у них собственность они не смогут. Но в свете последних событий, произошедших в Сочи, всем судебным приставам я бы посоветовала аккуратней заходить в любые южные постройки, даже если это всем известный дворец. Путешествие из Петербурга в Москву на самолете обычно занимает полтора часа, а путешествие по Москве до ближайшего торгового центра теперь может достигать пяти. На этой неделе точка в вопросе снижения скорости с 60 до 30 км в час так поставлена и не была. Начальник Центра безопасности дорожного движения инициативу поддержал. Чем ниже скорость, тем ниже смертность, сказал Митрошин. Правда потом добавил, а если запретить дорожное движение вообще, то и погибших не будет. Конец цитаты. Очень надеюсь, что Митрошин так не смешно пошутил и следующим его шагом не будет запрет пешеходов. Это ведь они, получается, и есть источник зла. Ходят по дорогам, ездить мешают. Ну, в крайнем случае, можно обязать нас надевать шлемы на коленники, на локотники и светоотражающие плащи. А в руки нам выдать красные флажки. Тогда нас точно будет видно издалека. Справедливости ради отмечу, что подходить к этому вопросу Митрошин предложил выборочно. Видимо, понимает, что добираться до дома за 4 часа, там, где раньше доезжал за 2, для москвичей особенно, ну вообще не вариант. И причем абсолютно не факт, что при принятии данной инициативы ни один пешеход не пострадает. Да потому что на гоняющих детей чиновников этот законопроект, как всегда, распространяться не будет. Кстати, начальник ГИБДД идею не поддержал, сославшись на то, что новый закон несет в себе далеко не заботу о безопасности дорожного движения, а будет принят лишь для того, чтобы пополнить доходную часть с помощью автоматической фото-видео-фиксации, заявил РИА Новости глава ГИБДД Михаил Черников. Чья возьмет, пока непонятно, но, друзья, у нас еще есть время воспользоваться электросамокатами. Это и быстрее, и дешевле. Пока Минтранс не запретил и их. Базовый популизм, да и только. Правда, депутаты «Справедливой России» назвали его по-другому. Безусловный базовый доход. На этой неделе стало известно о еще одной инициативе реализации социальной концепции помощи населению. «Справедливоросы» решили попросить правительства изыскать средства на жизнь каждого отдельно взятого россиянина. Достаточно и посчитали сумму в 10 тысяч рублей. Ежегодно такая помощь потребует от бюджета страны примерно 18 триллионов, что составляет годовой доход бюджета. Единоросы считают, что нечто подобное реализуется и сейчас. В качестве примера они приводят антикризисную поддержку государства, в ходе которой семьям с детьми пару раз выделялась та же сумма в 10 тысяч рублей. Но оппозиционная партия считает, что этот механизм нужно сделать ежемесячным. Да-да-да-да, никто подвоха не заметил. Пенсионный возраст взлетел, помощи в период самоизоляции мы так и не дождались. А вот перед выборами и инициативы интересные поперли. Деньги на них сразу нашлись. Ну что уж так откровенно и неприкрыто лицемерить. Или вы там в очередной раз что-то перепутали, и закон будет называться по-другому. Например, безусловный базовый доход в пользу правительства, где по 10 тысяч будут платить не нам, а мы. Вот тогда мы не только контейнер с просрочкой вскроем, но и начнем драться за возможность утащить его в свой не то шкаф, не то узкий коридор. А пока, друзья, радуемся, что эти времена не наступили. Радуемся и продолжаем копить на свои 13 метров. Ну а у меня на этом все. Я напоминаю вам, что второй выпуск недельных новостей вы сможете увидеть только на канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, узнаете много интересного. Увидимся в эфире. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...